ВЫПУСК 29, ДУБРЬ ОДЕЛЬНО Уилл впервые за два года посмотрел на игру Криса вживую. И прямо сейчас матч недели ЦСКА против Уникса. Битва грандов. Мы уже не раз называли этот сезон сезоном сюрпризов. Матч ЦСКА Уникс лишь подтверждал этот тезис. Судите сами, ЦСКА не только не лидировал в турнирной таблице, но и шел третьим, пропустив вперед Уникс и Зенит. С учетом всех внутренних проблем красно-синих, такими уязвимыми армейцев мы не видели никогда. А Уникс, напротив, подошел к этой встрече, имея серию из 10 побед подряд. Правда, 10 побед подряд казанцы одержали в единой лиге ВТБ. За пару дней до встречи с ЦСКА в Москве Уникс уступил Локомотиву Кубань во втором матче четвертьфинала Еврокубка. Первой команда Димитриса Прифтиса выиграла и сделала это довольно уверенно. 19 трехочковых. В Краснодаре игра у казанцев не заладилась, и они уступили. Прифтис – тренер, который не лезет за словом в карман. Греческий специалист отлично мотивировал подопечных. Казанцы с первых минут показали, что их притязания на Евролигу вполне обоснованы. ЦСКА приходилось очень не сладко. По ходу первой четверти преимущество гостей достигало 9 очков. Красно-синих спасли Уилл Клаберн и Иван Ухов. Вот где ощущается глубина состава. У чемпионов всякий раз находится новый герой. В итоге первая четверть завершилась с небольшим преимуществом Уникса – 24-21. При этом самым значимым событием стартового отрезка стало даже не лидерство Уникса, а конфликт Димитрия Сайтудиса и Майка Джеймса. Во время таймаута тренер что-то сказал американскому защитнику, после чего тот отправился прямиком в раздевалку и на скамейке больше не появился. Сам тренер прокомментировал инцидент ярко, но не вполне конкретно. Ну вы все, наверное, меня хорошо знаете. Я работаю здесь уже 7 лет. И все эти 7 лет остаюсь профессионалом. Я знаю, что за команда ЦСКА и что значит ее представлять. С первой и до последней буквы. Команду со столетней историей. И у меня есть полное уважение к игре. В матчах Единой Лиги ВТБ мне приходится каждый раз решать, какие 6 легионеров попадут в состав и принесут пользу команде. Не стану вдаваться в детали. Не думаю, что прямо сейчас это необходимо. Но вы меня знаете. Знаете, кто я такой? Какие у меня принципы? И рабочая этика. Еще вопросы? Ну, ЦСКА это грант. И даже без Джеймса представляет грозную силу. Во второй четверти Уникс продолжал попытки оторваться в счете. Казанцы действовали агрессивно и оставляли на паркете много эмоций. Армейцы выглядели собраннее и на всякий рывок гостей отвечали своими попаданиями. За хладнокровие в этот вечер у ЦСКА отвечал Клайберн. Американский форвард только за первую половину набрал 22 очка, отправив в цель 4 из 5 трехочковых. Одна из трех вышла особенно эффектной. Уилл заткнул сирену об окончании первой половины попадания метров с 10. Вторую половину ЦСКА начал по заветам Клайберна. Форвард набрал еще 2 очка оставшими его последними в матче. Дальше в атаке зажигали другие армейцы. Красно-синий отлично бросали из-за дуги, поджали Уникс защите и постепенно начали отрываться в счете. Казанцы занервничали и быстро исчерпали лимит полов. Артем Клименко после сброска сверху взмахнул ногами на неспортивный фол. Азея Кеннон не сдержал эмоций и наговорил судье на дополнительное замечание. ЦСКА этим воспользовался. После третьей четверти преимущество хозяев стало двузначным 79-66. От такого поворота событий закипел даже Димитрис Привтис. В начале заключительной десятиминутки тренер Уникса быстро получил два технических пола и отправился досматривать матч в раздевалку. То, что он увидел, вряд ли порадовало греческого специалиста. ЦСКА уверенно разобрался с обезглавленным оппонентом и прервал фантастическую победную серию Казани. 102-86. Помимо Клайберна у ЦСКА выделялись Ухов и Даниэл Хэйкет, набравшие по 16 очков. Йоханнес Фогмат, сделавший заявку на трипл-дабл. 11 очков, 11 подборов и 7 передач. И Торники Шенгелия, в активе которого 15 очков. Кстати, у Тока на этом матче был персональный болельщик. Здесь наша грузинская гордость играет в ЦСКА Тока Шенгелия, который один из лучших, мне кажется, сегодня опять был. И вот поэтому я оказался в Москве, прилетел на концерт и воспользовался ситуацией тем, что ЦСКА играет. Надеюсь, получится и 2-го числа придет уже на Евролигу. Мне кажется, его игра более красноречива, нежели любые слова, о которых можно о нем рассказать. Я с огромным уважением и любовью к нему. Он смельчат не только на поле, но еще и в жизни. Армейцы потеснили уникс со второй строчки турнирной таблицы. После матча Димитрий Ситудис выглядел довольным. Узнать мнение Димитриса Прифтиса об этой игре не удалось, но представить расположение духа греческого наставника уникса можно легко. На послематчевой пресс-конференции вместо него пришлось отдуваться помощнику. Мы хорошо начали матч. Отлично боролись с одним из самых сильных оппонентов в турнире. Но потом с каждой минуты теряли хватку. Мы лишились нескольких игроков, а 2 дня назад провели напряженный матч Еврокубка. Оставили там очень много сил. Наши игроки устали и перестали следовать плану. А ЦСКА нашел ритм и легко наказал нас. Но мы сражались. Наш тренерский штаб доволен самоотдачей игроков. Уникс продолжит двигаться дальше. ЦСКА Уникс — настоящее созвездие игроков. Этих парней узнают на всех европейских площадках. Специально для болельщиков, пришедших на матч, мы сделали калаш и попросили угадать, кто изображен на фото. На верху Уилл Клайберн, это Ваня Ухов, а это на Антона Панкрашова похож. Глаза — это Ивана Глухова по-любому. Ухов. Иван Ухов. Это наш российский игрок. Фамилия у него Ухов. Взгляд у него такой. Да, запоминающийся. Уилл Клайберн. Этот Ухов. И Стрельникс. Может быть, Хекет. Снизу там, понятно, форма Уникс, да, зеленая. Здесь это Ухов, если я не ошибаюсь, глаза, да, нос, там это. А сверху, ну вот, не знаю, Клайберн или кто там. Это Клайберн, скорее всего. Вверх это у нас этот Клайберн. Клайберн. Снизу это по-любому Майк Джеймс. А снизу кто-то из Казани. Я не знаю казанских игроков. А это Уникс. Я не знаю Уникса. Дерин Хиллерд. Второй, не знаю, возможно, балампоинт Майк Джеймс. Сверху это... Какой он там, 22-й, кажется, номер, не помню фамилию. Это кто у нас? Хиллерд. Ну пусть будет Хиллерд. И посередине, ну тоже, скорее всего. Ну это не ЦСКА точно, это игрок Уникса. Меня они не интересны. А это опять Уникс? Да. Дальше. Середину тоже не пойму. Так, веснушки Джеймса. Борода, точнее, Джеймс. Это точно. Ну это Джеймс, понятно. Это Майк Джеймс. Нет? Ой, что-то я перепутал. Низ Майк Джеймс. А низ, низ, смотри, Майк Джеймс. Никита Курбанов. Без понятия. Здесь у нас. Он на моего друга похож. Голоса, мне кажется, Никита Курбанова. Капитана команды нет. Боюсь предложить, что это Курбанов. Тогда прическа. Никита Курбанов вверх. Никита Курбанов сверху однозначно. Дальше это Уникс. По середине посложнее. Снизу тоже не готов сказать, но судя по форме, человек Уникса. Но это не из нашей команды. По-моему, Уникс. От других не знаю. Как вам его борода? Ну не знаю, но у Родригеса лучше. Верх Хекет. Шенгелия середина. Дэнни Хекет. Торники Шенгелия. Ну и Лутиново похож. Глаза Шенгелия. Прическа Хекета. А вот низ. Даже не помню, у кого такая улыбка. По форме синяя. По-моему, Уник же в синем не играет. У них же зеленая. Шенгелия однозначно. Потом Хекет, да, кажется, правильно фамилия сверху. Нижняя часть – это Милу Вин. Как он? Милутинов, да. Шенгелия. Хекет. Уникс. Это Шенгелия. Это как итальянский игрок. Шенгелия отлично. Мне кажется, она самая грузинская прическа. Здесь ребята все не наши. Три человека или два? Три, да? Как будто один. Не знаю. Ни одного. Баламбой. И эти два – Уникс. Баламбой. Баламбой. По взгляду его узнали? Конечно. Он мне подмигает иногда там. Сердечко шлят. Не могу сказать. Блин, середина. А, хотя, может быть, из новичков кто-то, наверное, у нас там добавился. Нет, здесь сложнее для меня. Вверх тоже не могу сказать. Наверное, не наш. Если бы они были реальными игроками, какой набор был бы самый сильный? Какой из этих игроков был бы самым крутым баскетболистом? Шенгелия, Майк Джеймс, Никита Курбанов. Так, кто у нас там был? Хеккет. И, возможно, Иван Глухов. Я думаю, что здесь еще человеческие соображения, как игрока тоже, да. Скорее всего, это вот этот вариант. Я думаю, ну это был бы топчик номер один. Ну, прическа прям такая, как у нас, как, я не знаю, ну, отлично бы смотрелся, мне кажется. А мне последний понравился, потому что все так гармонично. Ну и Шенгелия, Шенгелия тоже отлично. Сложно сказать, но что-то мне подсказывает. У него голова Даррен Хиллерда. Ну да, и борода Джеймса. Мне кажется, если бы они играли два на два, они бы научили людей играть в баскетбол. Прямо сейчас Униксу не до шуток, но до игры мы встретились с Джамаром Смитом и Джоном Брауном. Рубрика «Было-не было» и мы узнали, над кем подшучивает Димитрий Спривкис, кто в Казани главный певец и кто в школе был главным хулиганом. Конечно, Бэтменом. Да, Бэтменом. Мне нравится Бэтмен, потому что у него нет суперспособности. Но он умен и умеет правильно применять свои знания. Он использует разные гаджеты и так смешно меняет голос. «Темный рыцарь» — моя любимая часть. Алия, она тебе нравилась? А кто же у меня был? Это R&B-певица. А я был влюблен в Варетту Франклин. Шучу-шучу, я никогда не думал об этом. Алия или Дженнифер Лопес? Джей Ло мне тоже нравится. А, Сиара. Да, Сиара. Это было очень давно. Я бы вернулся в прошлое. Это сложно. А я бы слетал в будущее. Далеко-далеко в будущее. Туда, где летают машины? Да. В эпоху, до которой я точно не доживу. А я бы отправился в глубокое прошлое. Я бы хотел быть ниндзя. Вместо того, чтобы быть баскетболистом Муникса, ты бы хотел быть ниндзя? Конечно. Я бы хотел жить в эпоху ниндзя и самураев. Чего смеешься? Хочешь отведать моего кунг-фу? Что? Успокойся, дружище. Было. Матом? Я не знаю русского мата. Матом. Нет, нет, я такого говорить не буду. Не было. Я даже не знаю таких слов. Конечно. Ты знаешь русские ругательства. Нет, бро. Ну ладно. Я иногда использую. Мы просто шутим в команде с русскими ребятами. Но если во время игры что-то не получается, я ругаюсь по-английски. Было. Конечно, было. Меня вызывали к директору в кабинет. За вандализм. Меня тоже. Школьная мафия. Прекрати. За то, что болтал на уроках, нарушал школьные правила, обычные проделки. Я любил смешить людей, был главным клоуном в классе. Учитель сходил с ума, а я продолжал веселить одноклассников, пока он не говорил «Марш директору!» «Марш директору!» Пошел вон! Вон! Не было. Я никогда не разыгрывал тренера Прифтиса. Не знаю, как он бы отреагировал. Он вроде не очень хорошо относится к розыгрышам и довольно боевой. Да, он таинственный человек, так что мы оставили эту идею. Но он над нами подшучивает. Да, особенно надо мной. Тренер любит его. Однажды на тренировке я упал, а он посмеялся надо мной. Я ободрал колено, мне было больно, а он посмеялся. Это было не круто, тренер. Мы считаем, что умеем петь. Думаю, я один из двух лучших певцов единой лиги ВТБ. Да, после меня. Может быть. Я бы поспорил. Было. Было. Меня удивило, что в марте и апреле солнце встает почти в 4 утра. Да, точно, меня это тоже удивило. Мне это очень мешало первые два года в России. У меня в квартире не было штор, и я просыпался в 4 утра. Потому что обычно встаю с восходом солнца. Это доставляло мне трудности. Со мной тоже такое было. Было? Бро, пожалуйста, хватит. Ты никогда не стал бы певцом. Я стал бы певцом. Если бы не играл в баскетбол, был бы как Крис Браун. А я бы был спецагентом. Как Джейсон Борн? Ага, говорю тебе. У меня бы получилось. В воскресенье утром, когда некоторые из вас еще спали, в Красноярске уже играли в большой баскетбол. Енисей принимал Нижний Новгород. И если сибиряки практически лишились шансов выйти в плей-офф, то команда Зорана Лукича делает все, чтобы продлить баскетбольную весну. Незадолго до матча с Енисеем Нижний вышел в финал восьми Лиги Чемпионов. Должно быть, после такого настроения волжанам не испортил даже долгий перелет. Потому начали игру они весьма и весьма бодро. Уже после первой четверти гости повелись с двузначной разницей 24-14. А обеспечил такое бескураживающее для Енисея начало Антона Стопкович. Российский форвард набрал 10 очков и словно подал одноклубникам условный сигнал. Эй, парни, повторяйте за мной. Услышали его не только нижегородцы, но и чемпион данг-контеста Тауэс Бэттл. Защитник Енисея ответил Стопковичу своими 10 очками во второй четверти. Вот только на общую картину его перформанс не слишком повлиял. На большой перерыв команды ушли при комфортном преимуществе Нижнего 50-41. С приходом Андрея Воронцевича команда Лукича стала еще лучше двигать мяч в атаке. Хотя, казалось бы, куда уж лучше. Вот и в этом матче волжане охотно делились друг с другом мячом. К тому же у них полетело. Воронцевич, Шертопкович, Антон Камолов и Иван Стрибков забивали на любой вкус. Нижний уверенно шел к победе. В заключительной четверти Енисей Стрипенолса вспомнил, что играет дома, но попытку камбэка пресек Кейси Шепард. Американский защитник фактически в одиночку лишил соперников шансов затащить Нижний в концовку, забив два трехочковых подряд. 96-86. Нижний Новгород освежил вкус побед Сибири. Волжане шесть лет не обыгрывали Енисей в Красноярске. Ну а главным героем встречи и игроком недели по версии нашего тележурнала становится защитник нижегородцев Кейси Шепард. Держи карту! В его активе 27 очков, 6 передач, 3 перехвата и 28 баллов в графе эффективность. Шепард везде успевал и привел команду к важной победе. Нижегородцы закрепились на пятой строчке в турнирной таблице. Кейси, привет! Шикарная игра против Енисея. Мы признаем тебя игроком недели. Держи карту и поздравления! Это была отличная игра. Кажется, у нас сразу пять игроков набрали двузначное количество очков. А это всегда хорошо. Всякий раз, когда это происходит, мы побеждаем или очень близки к победе. Нужно продолжать в том же духе. Обойтись без травм, оставаться командой и подойти к плей-офф в еще лучшей форме. К черту скромность, ты в концовке был настоящим героем. Две-трехи, проходы, и не позволил Енисею вернуться в игру. Чувствуешь себя героем? Нет, нет, нет. В концовке я, конечно, попал несколько раз, что помогло обеспечить команде победу. Но все парни сыграли хорошо и внесли свой вклад. Концовка матча — это всегда важное время. И сегодня она мне удалась. Это не первая игра, которую ты спасаешь в концовке. Да-да, это происходит не впервые. Не знаю, как у меня получается. Стараюсь играть с энергией и концентрацией. В некоторые моменты матча прибавляю в агрессивности и больше беру на себя. Но делаю это для того, чтобы помочь команде. Вы сегодня отлично двигали мяч. 27 результативных передач на команду — это очень много. Весь секрет в тренере. Тренер Лукич просит. Нет, он требует. Пасуйте, пасуйте, пасуйте. Лучше отдайте лишнюю передачу. И это работает. Ведь у нас в команде нет эгоистичных игроков. Никому нет дела до личной результативности. Все мы играем друг за друга и пытаемся победить. Так все и получается. Совсем недавно к вам в команду перешел легендарный баскетболист Андрей Воронцевич. Самый титулованный прямо сейчас в стране. В первых двух играх Андрей Воронцевич больше всех бросал мяч в кольцо. Он отбирает у тебя броски. Мне наплевать на это. Я играю ради побед, а не ради набранных очков. Андрей дает нам разнообразие в атаке. Как я уже говорил, чем больше у нас игроков, способных забивать, тем проще становится каждому. Никому не приходится геройствовать и тащить команду матч за матчем, потому что вдолгу это может оказаться сложно. Особенно в плей-офф. Андрей забивает. Если у него не полетит, Яночну или Остап. У нас не пойдет, Камол забьет, или Стрябков, или Торопов. Но я доверяю Андрею. Знаю, что могу скинуть ему на дугу, и он бросит. Или наоборот, загрузить ему мяч в краску, и он разберется один на один. Так что пусть бросает, на здоровье. Лишь бы это приносило нам победы. У вас появился еще один звездный баскетболист. Сейчас можно Нижний Новгород назвать в числе претендентов, я скажу это вслух, на титул? Конечно, можно. Сейчас нам очень важно избегать травм. И играть всем вместе. Каждому делать то, что от него требуется. Никому не стоит выпрыгивать из штанов и быть звездой, ведь команда от такого сильнее не становится. Андрей определенно добавляет нам опыта и уверенности. Так что мы готовы к борьбе в плей-офф. Если бы тебе в старшей школе сказали, что играть будешь в России, что бы ты ответил? Я бы сказал ему, смешно, очень смешно. Ты шутник. Никогда бы не поверил в это, но вот я здесь. Спасибо за открытость и отличные ответы. Напомню, ты лучший игрок по версии нашего тележурнала. Химки в Подмосковье принимали ЦМОКИ Минск худшую команду чемпионата. Интриги здесь никакой нет, да еще и Алексей Швед вернулся. Вы же не сомневались в исходе встречи? Химки уверенно разобрались с белорусскими драконами. А одним из самых ярких моментов матча, по крайней мере по версии режиссера трансляции, стало присутствие на трибунах форварда ЦСКА у Вилла Клаберна, который приехал в Подмосковье поддержать родного брата Криса, выступающего за ЦМОКИ Минск. Мы позвонили в Виллу Клаберну и узнали, когда он последний раз смотрел за игрой младшего брата вживую. Привет, Вилла, у тебя сегодня выходной, а мы видели тебя на баскетбольной арене. Ты был на матче Химки-ЦМОКИ. Что ты там делал? Конечно, я был на трибунах, потому что наконец-то выпала возможность побывать на матче брата. Обычно у меня этого сделать не получается. Максимум по телевизору трансляцию посмотреть. Последний раз я смотрел его матч вживую пару лет назад, когда он заканчивал колледж. Тренер отпустил меня в Америку. У нас было три выходных. Так вот, я прилетел в Лас-Вегас, сходил на игру и в тот же вечер улетел назад в Москву. Кажется, это был январь или февраль 2019 года. Кроме всего прочего, ты видел и как играют Химки прямо сейчас. Что скажешь? Вам с ними тоже конкурировать совсем скоро? За последние пару лет я уже столько раз выходил на паркет против Химок, что, как бы вам сказать, ощущение, будто играешь с одними и теми же парнями на тренировке. Я провел не один матч против них и знаю, чего ожидать. А они показывают свой привычный баскетбол. Больше мне об этом нечего сказать. В субботу утром все говорили про защиту Уникса. За два последних матча они пропустили 105 очков. Вы им забили за один вечер 102. А ты был просто неудержим. Не замечал защиту Уникса? Я вообще не знал всей этой статистики, которую вы приводите. Ни про защиту, ни про что другое. Честно говоря, против Уникса я вышел просто как на очередной матч, который нужно выиграть. Не слишком думал об их защите. Я не говорю, что они не умеют защищаться. Они и против нас действовали агрессивно, пытались постоянно давить на игрока с мячом, но мы с этим давлением справились и добились результата. Прямо сейчас, в воскресенье, у тебя выходной, увиделся с братом, в субботу провел шикарный матч. Ты в моменте счастлив? Конечно, я счастлив. Любой выходной — это круто, особенно когда можешь провести его с семьей. Жена, дети, брат — все со мной рядом. Любой такой день хорош. Общаюсь с близкими людьми и наслаждаюсь жизнью. Спасибо, Вилл. Надеемся, что у тебя будет хорошее настроение и во время плей-офф, и хорошей погоды, и точных бросков. Отправляемся в Таллинн. Калев принимал локомотив Кубани. Стонцы в этом сезоне побеждают редко, но метко. Обыгрывали уже ЦСКА и Зелена Гуру. Не прочь были снять скальп из локомотива Кубани, но для начала устроили настоящую перестрелку. Жаль, что на трибунах домашней арены Калева не было болельщиков. Посмотреть было на что. С первых минут команду устроили настоящий открытый баскетбол. Играли сами и давали играть сопернику. 105-94. Лок одержал победу и сохранил свои позиции в таблице. Команда Пашутина занимает в ней четвертую строчку. В заключительной встрече игровой недели Парма обыграла Астану. Команда Казиса Максвитиса продолжает борьбу за плей-офф. Ну а все результаты игровой недели на ваших экранах. С серьезными темами разобрались. Пришло время лучших моментов игровой недели. Поехали. Дрю Гордон пришел в лок и расправил крылья. Американский форвард вновь летает над паркетом. Миндаугас Кузьминска спромазал из-под кольца. Гордон сработал на подстраховке. Мощный путбэк-данк. Алексей Швед ставит блокшот на последних минутах. Что? Да, вам не послышалось. Защитник Химок пригвоздил мяч к счету после броска Андрея Рогозенко. Это мой дом. Джон Браун. Мотор Уникс. Американский форвард. Нашел лазейку в защите ЦСКА. Ворвался под кольцо. И вкулотил сверху левой рукой. Прочь с дороги. Освободите взлетную полосу. Браун умеет не только забивать, но и ассистировать. Две быстрых передачи Уникса. Защита ЦСКА трещит по швам. На острие атаки. Джордан Морган. Высоченный прыжок. Атлетичный данк. И автором лучшего момента недели становится форвард Смоки Минск Дерри Кук. Самостоятельности американца можно только позавидовать. Сам перехватил мяч, сам прошел до чужого кольца и шокировал Химки. Невероятный данк. Ставьте лайк, жмите колокольчик, подписывайтесь на канал Единой Лиги ВТБ. Не пропускайте свежие выпуски тележурнала «Вид сверху». И не забывайте, баскетбол – лучшая игра с мячом на планете Земля.